9 ноября, даже не верится, очень тепло на улице, солнце светит как летом, я решила вас порадовать своим продвижением процесса над платьем Шанель. Приветствую вас, дорогие любители творчества, добро пожаловать на мой канал, в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Итак, сегодня продвижение процесса над платьем или сарафаном Шанель. Сегодня расскажу, не покажу, но расскажу, как я делала вырез горловины по переду. И, конечно же, поделюсь с вами некоторыми секретами, как заправить ниточку в новой пряже. Так что ролик будет интересным, но очень коротким. Ну, а прежде хочу вам показать, девочки, честно говоря, сколько я этот журнал вертела. Журнал МОД 617. И сейчас поняла, что здесь две мои работы. Как-то я делала обзор этого журнала МОД. И, конечно же, говорила об этом. Но, вы знаете, я часто забываю о своих работах, которые публикуются в журнале МОД. И вот увидела вот это платье Туника, которое я назвала Голубая Лагуна. Это тоже в этом журнале МОД. И именно вот этот мотив, кто вяжет крючком, я ссылку постараюсь найти, постараюсь вам ее оставить, где попетельный мастер-класс вот этого красивого мотива. И из этой работы, которая называется Туника Лагуна. Так что, делаю для себя открытие, что в этом журнале МОД две мои работы. И вторая работа, это вот это пальто в этой технике. В технике Ирландское кружево я украшала готовое пальто вот такими красивыми мотивами. Кстати, вот те мотивы, которые вы здесь видите, это начало моего творческого пути. И вот этот листик с тремя ребрышками, и все вот эти розы. Все это есть на канале в самых первых видео, наверное, в первый год. Это 17-й год был. И все вот это есть попетельно. И моя необычная сеточка в ирландском кружеве. Даже кто-то сказал, что она у вас выглядит как мраморная. И она не похожа ни на одну технику вязания сеточки. Так и называется видео. Моя сеточка в ирландском кружеве. Так что, кто еще остался? Мои подписчики, кто остался у меня на канале и следит за моим творчеством, конечно же, я знаю, что вы подписались на мой канал именно из-за ирландского кружева, которое я, увы, сейчас не вяжу в силу того, ну, так скажем, здоровья своих глаз, зрения очень село. Но, тем не менее, для вас есть много интересного на канале. Ну, а нас, конечно же, интересует вот этот жакет Шанель и платье Шанель. Так, где оно есть-то? Вот оно. И я сегодня немножко расскажу о том, как я делала вырез горловины по переду. Вы мне там писали, что надо же, какой высший пилотаж. У вас вот это вот полотно... Девочки, только что был счастливый звонок. Ко мне идет курьер с новой посылкой, с новой пряжей. И я думаю, что завтра будет видео с обзором этой пряжи. Ну, а я продолжу свой разговор по поводу этого проекта в технике Шанель. Я всех благодарю за ваши комментарии, которые вы оставляете к этим роликам. Я знаю, что вам это все нравится. И вы предлагаете свои методы работы. Это все прекрасно. И все методы хороши. Но я сейчас болею вот этим методом штопка. Я просто восхищена этой техникой. И пока другие техники меня не интересуют. Это какое-то волшебство. То есть мы вяжем простую филийную сетку. Потом ее заполняем при помощи иглы вот этими стежками. И получаем полотно в виде драпа. Мне очень напоминает драповое пальто, которое были раньше. Но, естественно, это полотно гораздо-гораздо легче. Итак, что хочу сказать еще по поводу прятания кончиков вот в этой технике. Вот, посмотрите. В прошлом видео я не показала. В этом показываю. Вот я спрятала кончики. Как я прятала, есть на канале. И потом просто обрезала. И когда я стала рассматривать полотно, я увидела ошибку. Неправильно была продвинута вот эта одна прятка. Мне пришлось ее удалить, переделать. И, наверное, это было неспроста. Вот эту новую прятку, я же здесь все заделала, все уже затамбурила, как моя Наталочка с одноклассников говорит. А пришлось удалять. Я еле-еле вырвала вот эту одну прятку и переделала. И вот когда я переделывала, я открыла для себя еще один способ прятания вот этих кончиков. И вот об этом способе я вам покажу. Это даже не то, что открытие. Это просто вот эта прятка дала мне понять, что есть еще один способ прятания кончиков. То есть здесь вы понимаете, тамбурный шов в два слоя, а потом просто обрезана ниточка. Но эту ниточку можно спрятать при помощи иглы. Да, конечно, это будет немножко дольше, но это, наверное, еще будет надежнее. Хотя и вот эту прятку из запрятанных уже, то есть полностью отделано все было, я еле-еле вытащила. Вот такой волшебный узор, требующий внимания и не терпящий ошибок. Сразу вот, вы знаете, я же все проверяла, когда стала вот здесь вот уже тамбурным швом проходить по низу изделия. Все проверила и не нашла ошибку. Потом я ее увидела. Как так получается, не знаю. Поэтому, мои хорошие, еще раз вам даю напутствие, что после того, когда вы заправили все вот эти ячейки филейной сетки, посмотрите, не выбивается ли у вас какой-то стежок из общего рисунка. И, конечно же, лучше это все сразу поменять, прежде чем вы будете заделывать вот здесь вот тамбурным швом. Ну, а сейчас немножко расскажу об том, как я вот здесь вот делала скосы и покажу, как я буду ниточкой с иголкой уже заделывать тамбурный шов. Хотя бы пару стежков сделаю и вам это покажу. Итак, горловина, скос горловины по передней части нашего сарафана. Итак, вырез горловины по переду. Значит, смотрите, я уже говорила, что здесь у меня 43 вот таких вот квадратика, то есть 43 отверстия филейной сетки. Я оставила по центру. Ну, давайте даже посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вот прям, я не знаю, пятнадцать на три, сорок пять у меня получается. Как же так у меня получилось? Я помню, что я вот здесь оставляла. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 12 13 14 ну вот где-то я ошиблась мои хорошие но давайте так одна клеточка не будет нам делать погоду ну потому что я вижу все как бы очень хорошо уложилась и потом уважение обязательно будет вот здесь вот то количество клеточек которая у меня я хочу довести суть самого вот этого скоса горловины значит смотрите вот здесь вот скос горловины с одной стороны и скос горловины с другой стороны а дальше пошло несколько рядов прямо то есть что мы здесь делаем мы набираем три воздушные петли и делаем столбик с накидом над столбиком с накидом идем в эту сторону здесь все как положено 4 воздушных петли возвращаемся и вот не доходя так скажем до конца ряда мы делаем накид на крючок и провязываем столбик с одним накидом то есть у нас вот здесь получается скос дальше идет смена нити и опять мы отступаем еще вот эту одну клеточку в итоге у вас должно вот здесь вот вы должны выйти на то количество петель которая осталась у вас по спине вот смотрите я сейчас принесла спинку да и вот здесь вот я посчитала конечно же здесь уже заполненные вот эти ячейки но здесь 9 вот таких вот клеточек до пустых и здесь конечно же у нас должно остаться тоже 9 клеток чтобы нам потом совместить скос плеча переда со скосом плеча спинки вот посмотрите насколько разница то есть полотно расширяется когда заполняется вот этой вот когда стежками мы заполняем филейную сетку видите поверьте мне на слово что здесь одинаковое количество вот этих клеточек что здесь что здесь но здесь мы видим видим плечо уже а здесь плечо шире когда я заполню это будет все одинаково так что ориентируйтесь если вы вяжете спинку ориентируйтесь по спине и не пугайтесь если вы увидите что у вас перед уже казалось бы плеча спины когда заполнится он у вас будет таким же главное чтобы по клеточкам у вас было одинаково что перед что спинка вот так что вот такое у меня получилось такая получилась выкройка такой перед и потом что я делала крючком два с половиной я обвязала вот здесь вот один край и еще не обвязала здесь тоже будет обвязан второй край как я обвязываю край вот вот в эту вот клеточку я провязываю по 2 столбика без накида в каждую вот эту вот клеточку по 2 столбика без накида крючком меньшего размера то есть сетка у меня вязалась крючком три с половиной а обвязку я делаю крючком два с половиной вот в принципе и как бы все сейчас мне предстоит обвязать еще горловину я еще не решила я думаю что здесь не нужна обвязка резинкой я думаю что вот такой вот обвязки тоненькой крючком может быть пару всего рядочков столбиков без накида хватит чтобы красиво легла вот это вот красиво лег вот этот вырез горловины и больше здесь ничего не надо вот здесь уже обвязка пойдет спицами и здесь будет резинка два на либо один на один это я еще не решила она будет достаточно широкой вырез здесь будет достаточно широким для того чтобы удобно было одевать какую-нибудь рубаху блузку ну об этом немножко позже а сейчас хочу еще ответить на один комментарий думала гадала отвечать не отвечать но решила вернее я уже ответила но думала говорить об этом видео или не говорить но решила все-таки ответить это видео то есть публично и так комментарий к видео которое называется новый проект париж вот вы сейчас видите конечно плохое освещение но вы видите о чем я хочу вам рассказать вот этот париж которому так и не суждено было родиться в этом название из этого парижа я переделала шарф это был жаккард спицами и вот поступил мне такой комментарий вот светланы мунтян я не понимаю зачем же вы на публику беретесь вязать вообще честно говоря я не поняла этот комментарий то есть мне дают указание что не нужно вообще вязать на публику ну не понимаю если честно не понимаю что в этом комментарии автор пытался мне сказать и потом от нее же вот светлана мунтян да согласно с предыдущим автором многие действительно хотели жакет и действительно хотели жакет хотя лично я хотела сейчас вот сейчас найду девочки чё-то перескочила и так да согласно с предыдущим комментарием или автором многие действительно хотели жакет хотя лично я речь вела о модели джаз у светланы это я так думаю что это имеется ввиду светлана волкодав это великолепная модель особенно для начинающих дорогая света мунтян во первых начнем с того что я веду свой канал именно так как я хочу и так как мне нравится и и если у меня что-то не получилось либо я что-то хотела вот проект начала да а потом не пошло и я это дело завернула перед переделала в другой проект то это чисто лично мое мнение я как бы у вас денег не брала и я вам ничего не должна и на своем канале я делаю то что мне нравится понимаете и бывает такое у всех людей у творческих так тем более что иногда вот зашло загорелось потом что-то стало не получаться или разонравилась или еще что-то причин может быть много либо вот думала что получится но не хватило опыта такое тоже бывает вот поэтому я считаю что на своем канале я вправе делать то что я хочу то что требует моя душа и если проект заглох и не дошел до своей конечной точки до точки внедрения то я не считаю это зазорным и ничего страшного тем более этот проект превратился у меня великолепный шарф который я ношу с удовольствием который мне греет душу и тело вот кстати это работа вот и повторюсь что я никому ничего не должна более того в начале своих роликов если какой-то проект начинается то я очень часто вам говорю самые смелые со мной могут начинать и если вы уверены в своих силах вы можете даже закончить это без меня если вы не уверены дождитесь окончания проекта на моем канале и потом уже с большей уверенностью приступайте вязать если вам это понравится я очень часто об этом говорю поэтому я считаю что я еще раз повторю никому ничего не должна и канал в принципе мои хорошие может быть сейчас как-то это будет резко звучать но канал я открывала в большей степени для себя почему для себя потому что во первых мои же мастер-классы мне и нужны я потом очень часто заглядываю в свои ролики и и нахожу там нужную информацию для меня нужно общение с вами прежде всего для меня я это подчеркиваю не для вас а для меня но общение которое меня мотивирует снимать ролики для вас как ни странно вот и я только за такое общение а вот эти упреки что зачем вы там вяжите на публику какое вы имеете право вы знаете мне вот такое общение совершенно не нужно вот и потом 75 тысяч сегодня на канале и такие вот единичные комментарии они ну как бы я прочитала но и забыла про вас честно меня интересуют все остальные 75 тысяч человек и я работаю в принципе работаю поверьте работаю потому что я вижу практически 24 часа в сутки теряя зрение там болит шея руки и так далее но мне это нравится это моя работа и сейчас в данном случае канал это мой основной доход так случилось что я сейчас не работаю и это мой доход так что вот я вам ответила на такой комментарий я буду снимать на своем канале все что мне нравится все что я считаю нужным и как я считаю нужным и как я доношу до вас нужную информацию это тоже я буду решать сама уж простите если вам не нравится пожалуйста поищите тогда те каналы которые будут греть вашу душу и те которые будут нравиться вам ну вот мои хорошие на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик очень солнечно очень тепло хочется пойти погулять но надо вязать потому что очень хочется завершить этот проект потому что идет уже новая пряжа я хочу начать новый проект я вас всех люблю всех обнимаю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока